Итак, коллеги, как меня слышно и как меня видно? Напишите, пожалуйста, в секцию. Чат у нас, скорее всего, закрыт. Секцию QA. Вопрос и ответ. Время 2 часа по Москве, и мы готовы начинать наш вебинар. Я вижу, что люди еще до сих пор подключаются. Давайте минутку буквально подождем. Добрый день, Андрей. Супер. Здравствуйте, Денис. Отлично, отлично. Вижу ваши сообщения. Буквально одну минуту. На самом деле, сегодня будет довольно короткий вебинар, потому что хочется сказать, что настройка настолько легка и проста. Чтобы мы надолго не задержимся. Да, мне кажется, что около 30 минут. Возможно, чуть-чуть побольше, но я надеюсь, что не дольше. Я вам расскажу, что шлюз уже умеет, что шлюз будет уметь в ближайшем будущем. Покажу, как это настраивается в студии, чтобы вы убедились в том, что это несложно, что это работает в первую очередь. Потому что, когда я думала, зачем проводить вебинар, можно же просто записать видео по настройке и отдать его вам. Но я поняла, что все равно, когда запускается новый продукт, есть опасения, он вообще работает или нет. Как он настраивается? Я знаю, что никто из вас не любит читать документацию. Я не люблю. Поэтому, мне кажется, за полчаса посмотреть, как это все работает, как это все настраивается, намного лучше, чем смотреть в записи. Итак, коллеги. Все, давайте. Нас 31 человек. Вау. Супер много. Давайте начинаем. Меня зовут Оксана. Я продакт-менеджер компании Риди. Отвечаю за платформу Pro и отвечаю за шлюз Кандали. Ко мне вы можете обращаться по вопросам, связанным с двумя этими продуктами. И сегодня я вам хочу рассказать про наш новый продукт. Это шлюз Кандали. Как у нас будет сегодня проходить наш вебинар? Сначала я расскажу сейчас весь функционал и все возможности этого шлюза на сегодняшний день. Расскажу, какие у нас планы на ближайшие релизы. Настройку шлюза в Риди Студия с демонстрацией на тестовом стенде. У нас есть тестовый стенд. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. Шлюз вместе со всем тестовым стендом находится в Нижнем Тагиле, где у нас располагается основной отдел разработки. Поэтому мы будем подключаться по Anidesco, скорее всего, и смотреть на него вживую. Он будет немножко за тормозами, но я смогу показать, как это работает. И отвечу на ваши вопросы, если они возникнут. Очень хочется, чтобы вы посмотрели и в конце написали, например, топ-3 функции, которые вам нужны на шлюзе, для того, чтобы я смогла приоритизировать эти приоритеты более качественно. Коллеги, я надеюсь, никому из вас не нужно объяснять, что такое Дали, потому что вы зарегистрировались на вебинар, нашли ускан Дали и знаете, что это такое. Подскажите, пожалуйста, работали ли вы с шиной ВАЗ-77, вообще с устройствами ВАЗ-77? Уже получалась работа? Был опыт работы? Или у нас здесь есть те, кто работает только с Iridi Pro, то есть платформой Iridi Pro, с приложением i3 Pro, с сервером, но никогда не видел устройства ВАЗ-77, не заказывал ДМ-наборы, не был у нас на вебинарах и вообще не знает, что такое шина ВАЗ-77. Можете мне написать, есть такие в чате у нас или нет. Видели? Так, да, здорово, потому что только с ДМ-набор, ну, ДМ-набор тоже хорошо, потому что все-таки шлюз Кан-Дали. Так, вот, вижу, РАБАН, нет, не работали, только Pro. Для вас тоже будет часть, где я буду рассказывать, как можно с помощью этого шлюза интегрироваться с Прошкой. Просто почему я об этом заговорила? Потому что шлюз, в первую очередь, это Кан. Ну, то есть там два интерфейса Кан и Дали, там нет интерфейса IP. То есть работать с ним напрямую, например, если вы купите только шлюз и захотите с ним работать в Прошке, у вас не получится, потому что вам нужно дополнительно будет покупать либо IP интерфейс, i2-Кан он называется, у нас есть в каталоге, либо BAS-77 Integration Server. То есть шлюз нужно подключить к шине BAS-77, и только тогда уже через IP, либо через сервер работать с ним из сервера, либо из панельного проекта i3 Pro. Вот, имейте это в виду, когда будете заказывать. Итак, про эту часть самое важное я сказала, потому что я знаю, что у нас некоторые хотят взять шлюз на тестирование, но у них нет, к сожалению, ни BAS-77 сервера, ни интерфейса i2-Кан, и, соответственно, не могут с ним работать. Что у нас может шлюз на сегодняшний, ну, на сегодняшний и в скором времени? Это адресное и групповое управление устройствами Дали и Дали-2. Акцентирую, Дали-2, да, это немножко другие датограммы. Мы их поддерживаем по умолчанию из коробки. Сертификация 101-102, включая устройства Tuneable Wide RGB и RGBV, сейчас здесь есть галочка, это в разработке, но в разработке, в релиз это выйдет вот прямо скоро-скоро, то есть где-то в начале мая, скорее всего, уже будет релиз с поддержкой этих устройств. У нас одна линия на шлюзе. Вы сможете подключить к этой линии до 64 устройств, подчеркну, что это исполнительное устройство, то есть это драйверы, либо балласты. Управляющее устройство, типа датчиков и кнопок Дали мы сейчас не поддерживаем. И пока, честно говоря, в планах нет, но если вам необходима будет эта функция, пожалуйста, пишите мне, пишите нам в техподдержку, я буду это учитывать. Дальше мы поддерживаем 16 групп, то есть это стандартные группы Дали, покажу, как с ними работать, покажу, как в них добавлять сегодня в студии, это уже сейчас есть в поддержке, и вы можете управлять как из i3 Pro и из Pro-сервера, так и с BAS77 шиной, напрямую подключая к датчикам и кнопкам BAS77 и 64 устройствами по отдельности, вдруг, если вам это нужно, и 16 группами. То есть я знаю, что на некоторых шлюзах, в том числе и к нx шлюзах, выводить в шину можно только 16 групп. У нас это все можно вывести в шину. Далее, 16 цветовых сцен Дали, сейчас это тоже в разработке, выйдет чуть позже, скорее всего, в июне, 16 единых сценариев для связи с другими устройствами BAS77. То есть у нас есть в BAS77 шине отдельный тип сценарий BAS77, они настраиваются на каждом устройстве отдельно, и затем их можно объединить между собой так называемыми глобальными сценариями. Все это работает без сервера, только на уровне шины. И, соответственно, вы сможете в этих единых BAS77 сценарий класть какие-то световые сцены Дали. Например, вы можете в сценарии включать группу из семи устройств. И так как это единые сценарии BAS77, то они будут работать с нашими сценарными выключателями. У нас есть классная функция, которая доступна из коробки, когда вы кнопку переводите в режим сценарного выключателя. Это когда ваш пользователь один раз нажимает на кнопку, запускается сцена, он, например, перенастраивает значение устройств, то есть яркость меняет. Например, он хочет, чтобы светильники светили более ярко или менее ярко. Он зажимает кнопку длительного удержания, и этот сценарий перезаписывается. То есть следующий запуск уже будет с новыми значениями устройств. Это все будет работать также по умолчанию из коробки, как и с другими диммерами BAS77 вместе с шиной. Дальше, второй пункт. Это управление устройствами Дали из кнопок и датчиков BAS77 без сервера. Как я уже говорила, адресное групповое управление. Можете привязывать кнопку, можете привязать это к датчику движения, к датчику освещенности. Например, зажигать какую-то группу светильников или отдельные светильники, когда у вас стало темно. Выключать, когда стало светло. Настраивать отдельный сценарий датчика освещенности вместе с датчиком движения. То есть, например, когда мы включаем свет, только когда, например, освещение ниже какого-то уровня, и появилось движение. До этого мы его никак не включаем. То есть это можно все работать с связки. Для коллег... Нет, 64... Мы сейчас управляющие устройства вообще не поддерживаем. То есть вы их не увидите. То есть 64 светильника. Вот. Ну, я сказала, балласты и драйверы. Вот. Соответственно, как я уже говорила, это все выводится на шину. То есть это и 16 групп, и 64 устройства. Как вам будет удобнее, так и управляйте. Сервер для этого не нужен. Достаточно будет интерфейса и тукан. Далее. У нас уже в студии во время пусконаладки, опять же, я вам покажу, информация, доступная информация о статусе устройств во время настройки. Ну, это стандартная функция DALI. Там у нас видна яркость, у нас видны ошибки устройства, ошибки лабы. Можно посмотреть восстановление питания на шине. И тоже в майском релизе это будет проброшено в драйвер BAS77 в студии. То есть в серверном проекте и в панельном проекте вы тоже сможете выводить ошибки устройства, лампы и восстановление питания на шине. Я знаю, что для тех коллег, которые используют DALI не дома, не в домашней инсталляции, а в офисе, это очень важный пункт. Вот. И для того, чтобы обслуживать систему. То есть для того, чтобы видеть, что все идет как надо. Далее. На шлюзе есть набортная кнопка. Точнее, она даже набортная. То есть вот здесь вот она стандартная кнопка для всех устройств BAS77. Она системная. Позволяет нам управлять, сбрасывать шлюз, делать перезагрузку шлюза любого устройства BAS77. Но мы на эту кнопку еще дополнительно навесили функционал, когда у нас шлюз работает в штатном режиме. То есть когда вы его подключаете, потом подключаете к нему какие-то устройства вдали, у нас вот эта набортная кнопка начинает работать для включения и выключения всех исполнительных устройств. То есть долго нажали, три секунды держим, все устройства, которые подключены на шину, включились. Снова три секунды держим, они выключаются. Зачем это надо? Потому что до приезда инженера монтажник, тот, кто смонтировал все устройства, должен проверить, что все устройства правильно подключены и что это все работает. И он сможет это сделать без инженера. И также, например, когда происходит застройка, не всегда есть программированные кнопки, которые что-то включают и выключают. И раз мы еще не поддерживаем управляющее устройство, что выглядит сейчас, ну вот у нас есть набортная кнопка, которая позволит вам включить, выключить весь свет, если вы этим пользуетесь. Далее у нас встроенный блок питания шины Дали на одну линию. И у нас есть защита от короткого замкания. То есть, если, например, случайно какой-то светильник коротнет, то шлюзу ничего не будет. И шина КАН и шина Дали, они гальванически развязаны, так что тут тоже вроде все в порядке. Как можно применять с промышленными контроллерами, пока мы сможем взаимодействовать? Ну, вы сможете взаимодействовать, в принципе, с любыми устройствами, которые поддерживаются в i3 Pro. Ну, то есть на платформе iReady Pro у нас более 60 плюс драйверов. И через сервер вы можете взаимодействовать с нашей шиной КАН. А напрямую? Нет, скорее всего, нет. Это надо у коллег, которые занимаются BAS77. Пока мы поддерживаем только BAS77 протокол на шине КАН. Шлюз КАН Дали, где можно применяться? Частные квартиры и дома. Я знаю коллег, у которых есть объекты, на которых есть только одна единственная ленточка. Это Дали RGB. И для того, чтобы его подключить, можно использовать наш шлюз. В принципе, он не очень дорого стоит. И для тех, кто хочет управлять светодиодной лентой или какими-то другими светильниками, которые выбрали дизайнеры, которые поддерживают шину Дали, здесь представлена такая упрощенная схема. Вам нужен будет шлюз, вам нужен будет i2CAN. Стоимость решения? Коллеги сейчас ответят, подскажут. i2CAN, как самый простой и самый дешевый способ подключить шлюз к IP-уровню. На IP-уровень у нас есть BAS77 питание, у нас есть 220, которое идет непосредственно в шлюз для того, чтобы питать встроенный блок питания. И у нас все устройства BAS77 соединены по шине BAS77. Здесь у нас нарисованы датчики и сценарные выключатели. А уже шина Дали, она подключается к светильникам, у драйверам, балластам. И вы можете управлять этим дома. Что у нас появляется, когда вы начинаете использовать BAS77 integration сервер или панельный проект ATA Pro? То есть то, что я до этого сейчас рассказывала, это работает по умолчанию. То есть если вы работаете с BAS77 устройствами, то по умолчанию у вас это все доступно, вам не нужно покупать какую-то дополнительную лицензию для того, чтобы этим управлять. Когда у нас появляется A3 Pro, то есть когда вы приобретаете сервер, когда вы приобретаете серверную и панельные лицензии, у нас появляется интеграция через этот шлюз с устройствами Дали, с 60 плюс протоколами автоматизации, честно говоря. Я сейчас все презентации, которые веду, вот я пишу просто 60 плюс. Я уже не знаю, сколько мы драйверов поддерживаем, потому что на самом деле в прошлом году, так коллеги мне подсказывают, что у меня иногда записает запись, ну камера, если что, сигнализирует. Вот. Мы за последний год очень много тянули по платформу аудио-видео драйверов для управления аудио-видео оборудованием, поэтому тут точное число уже не 60 плюс, наверное, 70 плюс, 80 плюс, ну и плюс JavaScript, который поддерживается на платформе, тоже позволяет вам управлять какими-то своими собственными системами, не дожидаясь нашей нативной поддержки. У нас моментальная обратная связь с приложением визуализации, то есть V3 Pro в будущем в BAS77 Home за счет хранения, то есть мы храним, несмотря на то, что это не контроллер, то есть я хочу проточку говорить, это не контроллер, коллеги, это шлюз, на нем нет некоторых функций контроллеров, к которым вы, возможно, привыкли. Конечно же, моему котику тоже нужно обязательно в этот эфир. Вот, но мы храним на шлюзе последние значения, то есть мы знаем, что шина Дали не самая быстрая шина, вот, а для того, чтобы моментальную обратную связь получать мы хотим. Поэтому мы храним последние значения, выводим их в интерфейс, и вообще у нас есть такое модное слово апроксиме. Господи, я забыла, как меня коллеги называют. Вот, мы очень часто просто предугадываем, то есть если пользователь, мы знаем, что пользователь выставил например, на кнопке увеличения яркости по 10%, да, когда мы будем увеличивать эту яркость, мы не будем дополнительно опрашивать устройство Дали, да, пытаясь с него каждый раз взять эту яркость. Мы просто будем прибавлять на 10% и вводить это в интерфейс. Вот, а светильник, ну вы и так видите, видишь, что светильник загорается на эти 10%. Вот, это служит, потом раз в минуту мы, конечно, обновляем и опрашиваем все светильники, но это позволяет нам получать реально моментальную обратную связь. Некоторые шлюзы Дали, которые мы использовали для того, чтобы посмотреть, что у коллег, да, чтобы сделать не хуже, а вот некоторых шлюзов, к сожалению, мы вообще не дождались обратной связи, это было очень больно. Вот. Я вижу вопрос в чате. Слева на картинке был BAS7724V, это ваш ИПП или любой. Скоро у нас должны, по-моему, появиться в каталоге блоки питания, о котором можно будет тоже сказать. И, когда мы используем E3Pro и нашу платформу Pro, мы можем в будущем, вот прямо в ближайшее время, буквально реально в мае, отображать в интерфейсе яркость ошибки устройства и лампы, восстановление питания на шине, то есть мы уже можем делать единый интерфейс управления всей инсталляцией, включая устройство Дали, например, в офисе для обслуживания этих устройств. Вот. Ну, и в C3Pro я видела, что вы работаете. Знаете, что это такое. Соответственно, как у нас может выглядеть схема подключения шлюзов и использования шлюзов в офисе? У нас, например, на каждый этаж или на каждый корпус здесь подписано, у нас есть i2CAN, для того, чтобы мы могли подключить все шлюзы, к ним подключить светильники, к шине BAS77 датчики и сценарные выключатели, например. У нас сейчас еще панель вышла, восьмерка. Можно сюда панель будет подключить, она тоже работает по CAN. По-моему, сейчас можно i3Pro подключить. Вот. И они уже по IP уровню подключаются к серверу. Сейчас у нас HS-сервер на замену UMC пришел. Здесь есть, конечно, шина CAN по умолчанию. Может сразу дотянуть, но будет не очень удобно. Кажется, с i2CAN немного удобнее, удачнее. Вот, соответственно, по IP уровню у нас уже все подключается к нашему серверу, и с него мы можем выводить уже в какой-то интерфейс управления вашим офисом, либо на панель администратора на Windows, и так далее. Но здесь еще нарисованы беспроводные выключатели. Через пробку вы можете еще какие-то там датчики подключать, кнопки или еще что-то. По планам. Сейчас у нас доступно управление исполнительным устройством DT0, DT7, то есть это реле и LED-диммеры. Там есть диммеры с лампами накаливания, галогеновые. Вот все, что с этим связано, все, что есть в этих типах, мы все поддерживаем. Сегодня покажу, там, по-моему, брележки у нас, и лампа накаливания висит на стенде. 16 групп далее, настройка в Radio Studio. В мае и июнь, то есть там будет вот где-то вот в этом промежутке, я надеюсь, что в начале мая будет релиз, у нас уже будет поддерживаться DT8, вот эти три устройства, Tuneable Wide, то есть управление теплотой света, RGB и RGB. Коллеги, у меня большая просьба, если вы вдруг, я просто не могу найти таких коллег, использовать вы себя на объектах, например, RGBV-Wav, то есть там, где еще Amber, цвет и 3 используются, пожалуйста, напишите. Мы добавим поддержку, но хочется потестировать у кого-то, у кого сейчас есть устройство, пока наше, собственно, не дошло. Ну и вообще по необходимости таких устройств, потому что, честно, никого не встретило, кто будет управлять. Это будет прошивка. О, классно. Я вижу, что используете. Пожалуйста, очень буду благодарна. Напишите мне. Я есть в группе BAS77 Support, есть в группе ReadyDev в Телеграме. Вот. Напишите, как вы их используете, как управляются, и мне очень хочется с вами поговорить. Вот. Также у нас в этом релизе будет доступна визуализацию, можно вывести информацию об ошибках устройств, лампах и восстановлении питания. Здесь я написал, Blink работает столько, сколько нужно. У нас сейчас Blink работает 10 секунд. То есть вы нажимаете кнопочку, он 10 секунд мигает и включается. Вот. Коллеги, которые тестировали, сказали, блин, так я не успеваю добежать. Говорит, ну, там, пока, говорит, по всем помещениям пройдешься, найдешь, и он мигает. Вот. Мы сделаем так, чтобы, блин, кропотов столько, сколько нужно, пока вы его не отключите. Ну, какие-то косметические доработки, они всегда неизбежны, потому что, когда мы делаем интерфейс, мы, я по-своему проектирую, да, кому-то там, возможно, что-то будет неудобно. Пожалуйста, пишите свою обратную связь и будем дорабатывать. В июне, в июле будет релиз, уже будет сцены дали, сценарии BAS77, тоже косметические доработки. Вот. И второе полугодие, когда мы втащим вот весь основной функционал в студию, мы его проверим, протестим, мы уже будем готовы для того, чтобы портировать BAS77 Home. Мы специально проектировали шлюз таким образом, чтобы он автоматически создавал все BAS77 под устройство, то есть кто работал с шиной, знает, вам достаточно отсканировать шину, и вы уже видите все под устройство, видите их виджеты для управления, вы уже можете управлять шиной, вам ничего не нужно будет для этого делать, вам ничего не нужно будет дополнительно настраивать. И здесь будет то же самое, специально все сделали для того, чтобы нам было легко это сделать в BAS77 Home. И, собственно, вот 22 минуты. Сейчас буду показывать, как мы настраиваем этот студии, и на этом наш вебинар, собственно, и закончится. Итак, смотрите, коллеги. Так, у нас здесь ошибка подключения. Сейчас мы заново подключимся к нашему удаленному стенду. У меня сегодня... Ой, забыла сегодня представить коллегу. Коллеги, простите, пожалуйста. Сегодня у нас в чате у нас отвечают Василий и Эльдар. Наша техническая поддержка, без которой мы вообще ничего бы, наверное, не сделали. И моя коллега Анита, она находится вот как раз в Нижнем Тагиле сейчас, и вот здесь вот сидит рядом со стендом, будет нажимать для нас кнопочки и триггерить датчик освещенности для того, чтобы он отрабатывал. Вот. Спасибо им большое за поддержку. Итак, что мы делаем для того, чтобы настроить шлюз? Здесь у нас в инсталляции есть шлюз Кандали. У нас здесь integration сервер. То есть мы подключаемся через integration сервер. У нас здесь есть какие-то китайские диммеры, которых мы в социальной зале побольше для того, чтобы потестить. Здесь у нас вот всякие LED привязанные. У нас вот здесь вот привязана одна релешка к Hellwar. А, вот нет, релешка вот к вот этому. Не помню, кто был. А, Marlight. Вот. И Hellwar устройство для ламп накаливания. Ну, то есть собрали тут вообще сборную солянку. Потому что тестили на всех устройствах, стараясь побольше охватить. Что мы делаем для того, чтобы начать работу? Мы создаем проект BAS77. Здесь у меня по умолчанию нашлась шина, которая вот у меня здесь стоит. На ней, к сожалению, нет шлюза. Вот. Поэтому мы ей пользоваться не будем. Так. Я сейчас проверю, что у меня VPN подключен. VPN подключен. Сейчас подключимся к нашему шлюзу напрямую. Потому что по VPN у нас не работает UDP. Вот мы нашли шину. На ней, как я сказала, integration server.com является нашим доступом на IP уровень к нашей шине BAS77. У нас здесь устройство icon dali. У нас здесь кнопка, датчики и релешки с диммерами BAS77. Мы тестировали для того, чтобы все вместе работало. Как будто бы дали устройство. Это BAS77 устройство. После того, как мы нашли шину, мы перетаскиваем ее в устройство проекта. Давайте дождемся сканера. Можно закрывать. Она больше нам не пригодится. Вот у нас есть здесь наше устройство. Есть наши кнопочки. Есть наша линия. Здесь сейчас пока ничего на ней нет. Потому что устройство мы специально сбросили перед началом вебинара. Но устройства сами настроены. После того, как вы добавили, здесь у нас есть кнопка сканировать либо правая кнопка мыши сканировать. И вот смотрите. Да что? Почему-то он закрывает хост. Давайте еще раз попробуем подключиться. Если что, сейчас пока я буду показывать начало настройки. Они-то перезагрузят компьютер. Потому что мы сегодня с утра тестировали, и все было классно. Сейчас он даже не может подключиться. Так, хорошо, подождем. Подождем, пока они это сделают. А я вам пока расскажу, что делать дальше. Итак, у нас можно сканировать шину дали тремя разными способами. Да, они-то сейчас будут перезагружать компьютер. Первое – это с выдачей адресов всем устройствам. То есть все устройства, которые у нас висят на шине, даже если у них есть какие-то свои адреса, мы полностью все это сбрасываем и выдаем с нуля адресацию. С выдачей адресов только новым устройствам. Сейчас здесь будут выдаваться новые адреса тем устройствам, у которых нет короткого адреса. Например, вы купили новое устройство, подключили его на шину, и чтобы у вас не сбросилась вся остальная инсталляция, то есть мы знаем, что… Так, хорошо, дожидаемся, пока они-то подключают. Чтобы у вас не сбросилась все остальные настройки, все привязки, здесь будут выдаваться только новым устройствам и без выдачи адресов. То есть сейчас из-за того, что у меня уже в инсталляции, в принципе, выданы все адреса, я могу просто нажать «Сканирование» без выдачи адресов. Так, они точно не готовы. Без выдачи адресов и просто посмотреть, что сейчас у нас подключено к инсталляции. Отлично, спасибо большое, коллега. Сейчас у нас немножечко это все зависит. Давайте просто выдадим всем устройствам заново, у нас здесь китайские устройства. Иногда у нас здесь случаются в них коллизии. Но даже если это случится, я вам как раз покажу. Я знаю, что некоторые коллеги экономят на своих адресах и подключают на одном адресе несколько разных устройств для того, чтобы ими как будто в группу управлять. Вы тоже можете здесь это сделать. Если сейчас у нас коллизии будут, то мы сможем это увидеть. По мере того, как у нас выдаются адреса, у нас устройства загораются. Это удобно для того, чтобы опять же тоже понимать, какие у вас сейчас устройства, уже можно настраивать, кому из них выдались адреса, а кому нет. дожидаемся глобальных переменных. И вот смотрите, коллеги, по факту это все. Вот сейчас мы уже можем сделать наш проект с устройствами и начать их управлять. Что это значит? Это значит, что никакой настройки дополнительной для того, чтобы управлять шиной БАС-77, там пробрасывать какие-то глобалки, привязывать устройства БАС-77, ну как бы объекты БАС-77 к устройствам Дали, ничего не надо будет. Все работает из коробки. Сейчас у нас здесь нашлись вот устройства, диммеры, у нас здесь есть реле, у нас здесь диммер лампы Дали, это диммер лампы накаливания. У нас есть 16 групп. Они уже тут частично даже заполнены, потому что игру с устройствами пользуемся. Мне моя коллега подсказывает, что у нас во второй группе находятся все устройства, и мы можем выключить, чтобы ей сейчас не выжигло глаза. В будущем мы сделаем блинк, то есть мы сможем помигать устройствами, то есть, например, давайте найдем устройство, где у нас находится устройство с нулевым адресом. У нас, как я уже говорила, немножко в задержке, вот оно. В будущем оно будет выключаться после блинка, то есть вы отсканировали шину, выдали все адреса, все зажглось, включили блинк одного устройства, оно мигает, вы его глазами находите, идете по обещанию, глазами находите, отключаете блинк, и оно выключается. И вы понимаете, какое устройство вы настраиваете, в какую группу его нужно добавить, или какой адрес ему нужно назначить. После того, как шина отсканировалась, опять же, здесь тоже разделение на несколько лагерей. Я знаю коллег, которые не заморачиваются с тем, чтобы выстроить все устройства по порядку адресов, и они просто берут и добавляют какое-то устройство в одну группу. Например, вот давайте какую-нибудь свободную группу найдем, давайте 11. то есть они, например, помигали. Вот я вижу просто, что здесь... А, вот у нас, кстати, коллизия случилась. А коллизии мы тоже сможем разрешать, то есть мы сможем переопрашивать устройство, и тем, кому выдались одинаковые адреса, он будет их разбивать и выдавать новый адрес. Но это тоже будет доступно, скорее всего, ближе к июню. Вот. Например, вот у нас, мы видим сейчас 11. Помигаем. Что же ты такой медленный сегодня? Спасибо. И, например, мы можем назначить этому устройству нулевой адрес. И сейчас у нас 11 адрес с нулевым поменяются местами. Вот они поменялись местами. Да, нет, я вижу, что у нас немножко притормаживает. Вот сейчас мы уже, если будем включать, мы будем включать наше первое устройство, потому что он сменил адрес. И выключат. Что у нас для устройств доступно? Давайте мы настроим два устройства. Вот тут еще вижу шестое. Шестое мы выдадим короткий адрес 1. Так, все зависло, говорят. Все зависло. Все зависло. Коллеги, подскажите, пожалуйста, у вас тоже все зависло? Можно менять название драйверов? Да, менять название драйверов можно. Из-за чего возникают коллизии? Ну, устройства могут отвечать одновременно, то есть шлюз дает запрос, и тут уже зависит от того, какой у вас драйвер стоит. Вот у нас драйверы китайские, и они вот могут так себя нехорошо вести. Обычно драйвера так не делают. Можно ли менять драйверы адресов вручную? Да, вот я только что показала, как это можно сделать. Коллеги, пожалуйста, Вася, Анита, скажите, видно ли меня, слышно ли мне? Да, прекрасно, все слышно, видно. Все, спасибо, Анита. Проверяй, что у тебя там. Итак, вот мы поменяли адреса, сейчас мы, если будем включать, у нас уже зажжется вот это вот устройство. Я смотрю немножечко тут притормоз. Вот, давайте, и какие-то устройства объединим в какую-нибудь свободную группу. Вот, например, в одиннадцатую. Вот у нас пятый адрес и одиннадцатый. Давайте возьмем пятый. Как объединять в группу? Либо из устройства мы можем в одиннадцатую группу добавить, все, теперь он в одиннадцатой группе. Либо мы можем перейти непосредственно в саму группу, нажать плюс и выбрать, какие устройства мы хотим в нее поместить. И вот давайте одиннадцатый. Что у нас из коробки по умолчанию можно делать с устройствами? У нас устройство можно включить. У нас устройство можно... Сейчас дождемся. Давай, боже мой, как все медленно. Мы его можем выключить. Мы здесь же можем его диммировать. Здесь диммирование происходит аналогично, если бы мы сейчас нажимали кнопку BAS77. Для этого есть отдельная настройка шаг диммирования яркости с кнопки. Мы можем его увеличить, например, сделать 10% и диммировать и диммировать его на 10%. Можем вернуть обратно на 5%. Обратите внимание, что я не нажимаю никаких кнопочек ОК. Да что ж, сегодня все, коллеги, прямо... вы знаете, как назло. То есть мы 3 дня это тестировали, 3 дня прогоняли все эти вебинары и у нас ни разу не отпадывало подключение. А нет, если что, запусти, а не деск, если у нас сейчас Росдеск не очнется. Вот. Вы можете переключать, то есть это включить, выключить, диммировать вверх, диммировать вниз. Здесь тоже видно обратную связь, видимо, текущую яркость. И здесь вот смотрите еще обратите внимание, что когда я диммирую вниз, у меня не выключается. У меня вот доходит до минимального уровня яркости, да, устройство ниже не включается. Это нужно для того, чтобы когда вы с кнопочки диммируете, там уже обычно на длительное удержание это делается. Вот чтобы группа в свете не выключалась, потому что, ну, обычно это неудобно. То есть ты хочешь сделать ее на минимальную, да, там, а она просто выключается. Вот чтобы вот этот вот момент минимальности не ловить, у нас просто диммирование вниз не выключает. Просто мы отдельную кнопку на выключить сделаем и все. Вот. Что у нас здесь еще есть? Вы можете здесь же настроить все настройки, которые касаются и хранятся внутри устройств. То есть яркость при подаче питания, яркость при ошибке на линии. Физический уровень мы не настраиваем, просто смотрим, какой он есть у конкретного этого драйвера. Можем настроить минимальный уровень яркости, максимальный уровень яркости, скорость диммирования. На нигде не используется больше с БАС-77. И время диммирования. Вот это мы используем. То есть вот это время диммирования зависит от того, как быстро у нас включится группа света на 100-100%. Здесь табличка из 15 циферок. Эти 15 циферок мы можем посмотреть вот здесь. У нас в БАС-77 в каталоге мы можем перейти на шлюз айкондали. И здесь как раз описывается, как это настраивается. И здесь вот есть такая таблица значений. Вот таблица значений FadeTime. Чем больше цифра, тем дольше будет зажигаться ваш драйвер от 0 до 100. Можете это регулировать через эту настройку. И здесь у нас выведены наша текущая яркость. Если мы сейчас включим, будет сразу 100. Здесь ошибки устройств. Ой, кошмар какой. Здесь у нас проблемы с питанием. То есть, если мы сейчас выключим. Да. Да. Пожалуйста. Тут коллеги пишут, что я пользуюсь Росдеском. Это государственный аналог, а не ДЭСК. Нет, Росдеск это довольно интересный продукт на самом деле. Говорю, до этого все работало хорошо, но что-то пошло не так. Мне кажется, еще вечер пятницы коллеги усиленно работают. Анита, пожалуйста, не переключай ничего. Пусть оно будет на камере. Здесь вы можете устройству, то есть, когда мы сбрасываем питание, здесь будет «Да». То есть, мы увидим того, что происходил сброс питания. Мы можем помегать устройством, выключить, включить, переключить, сбросить устройство. Сброс устройства приводит, что вот эти все настройки уровня нагрузки дали, но устройства сбрасываются и становятся теми, которыми были по заводу по умолчанию. То есть, мы можем сбросить непосредственно конкретное устройство. Так, у реле. У реле, в принципе, те же самые настройки, что у диммера. Он сам сворачивает камеру, это, наверное, я просто нажимала. Разверни ее, пожалуйста. Это мне тут Анита пишет. Вот. Что мы еще здесь можем? У группы. Что мы можем делать у группы? У группы мы точно так же можем включить на максимум, переключить, выключить, диммировать вверх, диммировать вниз. То есть, если вы добавили все устройства, у нас в группе два все устройства, мы можем одновременно ими управлять. Когда вы добавили все устройства, например, в какую-то конкретную группу, точно так же этими кнопками удобно проверять, какие конкретно устройства у нас сейчас находятся в этой группе, а какие устройства не в этой группе, просто включая и выключая. Нет, ну это просто какой-то кошмар. Коллеги, простите. Все. Кошмар, кошмар. Так, давайте еще раз попробуем. Включить на максимум, пожалуйста, покажи мне что-нибудь. О, отлично, отлично. Включи на минимум. Сколько задержка? Три секунды. Допустимо. Так, давайте выключим группы. Настройку я, в принципе, всю показала. Драйверы D4i нет, не тестировали. Если вы сможете с ними протестировать, мы можем вам вышлить шлюз на тестирование. Я про это сейчас поподробнее расскажу. Данные, в принципе, все, что дает нам устройство, мы все от него забираем. Дальше у нас, смотрите, может быть... Если в группе должно быть больше стичьего драйверов, у вас уже несколько шлюзов. Настраивайте несколько, например, групп в одну и ту же группу, и затем через глобальный сценарий BAS-77, которые будут доступны в июне, объединяйте управление сразу же с несколькими шлюзов. Это все можно будет сделать через глобальный сценарий BAS-77. Дальше, смотрите, коллеги, те, кто работает с BAS-77, я сейчас покажу для вас, как это настраивается для связи с кнопкой и как это настраивается для связи с датчиком освещенности. Для тех коллег, которые не работают с BAS-77, подождите немножечко, это займет мне так много времени. Я вам потом покажу, как это объединяется с другими драйверами. Но по факту вы все настроили, вы поменяли адреса, вы добавили их в группы, все готово. Если вы работаете только с RediPro, нажимаете правую кнопку мыши, создаваете серверный проект и уже начинаете управлять этим устройствами через интерфейс или через сервер. Для тех, кто использует BAS-77, давайте мы с вами первую и вторую кнопку настроим для включения, а вторую кнопку для выключения группы устройств. Для группы и для отдельного устройства абсолютно одинаковые настройки, поэтому буду показывать только на группе. Итак, мы переходим в кнопку, либо мы переходим в группу. Неважно, давайте покажу я оттуда и оттуда. По одиначному нажатию мы с вами будем включать, только не на максимум, давайте на последнее значение, включать на последнее значение. А по удержанию мы с вами будем делать ярче. То есть, если зажали, демируем, если один раз нажали, просто включить на последнее значение. И давайте через группу настроим. А вот здесь у нас уже 11. Да, группа Дали 11. Что-то я не вижу связи. А, это Ладимир, да господи. Все, совсем уже у меня к концу рабочего дня. Вот мы видим связи, мы связали кнопку. Это кнопка сценарного выключателя. И сейчас мы сделаем выключение по одиночному нажатию на кнопку номер 2. И сделаем темнее кнопкой, тоже выберем кнопку номер 2 по удержанию. Жаль, сейчас мы не увидим скорость работы, да, потому что у нас здесь стенд перетормаживает. Но давайте будем просто смотреть на обратную связь в группе. Итак, у нас сейчас группа выключена. Анита, пожалуйста, нажми долго первую кнопку. Давай посмотрим демирование. Будем смотреть с вами, как у нас Анита управляет нашим устройством. Вот у нас прибавление по 5%. Можем увеличить, поменьше. Все, остановись. А сейчас нажми один раз кнопку 2. Просто выключим группу. Вот мы выключаем. А теперь один раз нажми кнопку 1. Включим нашу группу. Вот у нас зажглось на последнее значение. А теперь долго зажимать вторую кнопку для того, чтобы у нас демировалось вниз. Вот у нас пошло демирование. Вот у нас сейчас на единичке оно становится. А сейчас, как бы, захотите выключить, еще раз нажмете кнопочку 2. Давайте включим на максимум и выключим. Это то, что касается настройки с кнопками. Давайте еще пример как датчик освещенности. Когда стало темно, управлять релеидиммерами. Мы можем связывать датчик освещенности с датчиками движения. Мы сейчас не будем этого делать. Потому что если вы умеете работать с BAS-77, если не умеете, пожалуйста, у нас есть сейчас курс, который обучает работе с BAS-77. Давайте мы будем управлять также 11 группой. У нас сейчас освещенность 8300. А переход темно-светло будет по 400. Так, Анита, давай, пожалуйста, спрячь наше освещение. Вот мы смотрим, как у нас сейчас. Все, у нас освещенность стала ниже. У нас включились устройства. Убирай руки. Давай посмотрим. Вот у нас пошло вверх. Вот у нас группа выключилась. То есть никакой разницы в настройке с диммерами BAS-77, с реле BAS-77, с устройствами. То есть здесь все работает как надо. После того, как мы с вами закончили эту инсталляцию, давайте сохраним проект. Дали вебинар. Ой-ой-ой. Дали вебинар. Вот. И объединим. У меня здесь специально есть красивенькие уровни. Так, где у нас BAS-77 нетворк? Выбираем наш проект. Единая среда разработки. Очень удобно. Ничего не надо никуда ходить. Вот у нас есть линия. Вот у нас есть группа. Вот у нас есть устройство. Сюда сейчас выводятся только те группы, в которых есть устройство. Но коллеги уже написали, что нужно все группы выводить, потому что кто-то обвязывает до того, как группа попала в устройство. Чтобы можно было это делать, мы выведем отдельно. Итак, управление. Сейчас у нас здесь доступно управление. Level мы отправляем от 0 до 100. State мы включаем на последнее значение. До выключения, если вам нужно сразу всегда включать на 100, привязывайте Level. Сюда мы можем показать в Level также обратную связь. Ну и можем настроить диммирование с кнопки. Там мы, помните, диммирование указывали в настройках. А здесь вы можете это диммирование делать, то есть самостоятельно указывать. Вот здесь вот в основных. Насколько на 5, на 10, на 15. Опять же, визуализация наша позволяет вообще никак не привязываться к тем настройкам, которые у нас сейчас есть на шине БА-77. Ну и здесь давайте то же самое сделаем. Здесь делаем при нажатии при отпускании. Здесь привяжем State. Сюда привяжем уровень при удержании. И давайте группе. В группе у нас сейчас пока что только команды управления. В будущем, опять же, скорее всего, это будет в июне, либо это будет в мае. Вот для того, чтобы вот это вот State у нас работал, да, Level у нас работал, нам всегда нужна обратная связь. Мы как сделаем? Мы будем там показывать обратную связь от первого устройства, которое будет добавлено в эту группу. То есть, например, если у нас здесь добавлены 5 и 11, то мы будем в Level и State показывать это устройство, потому что мы предполагаем, что так как у нас устройства введены в группу, то они у нас будут одновременно и включаться, и выключаться, и значения у них всех будут одинаковыми. Так, давайте так же сделаем. То есть, мы это поправим. Сейчас я пока что просто привяжу Level и State. А в будущем, вы поверите мне на слово, мы сделаем, выведем сюда вам для того, чтобы вам не нужно было искать по всему этому дереву, какие же у вас там устройства в этой группе. Вот. Пока еще на удержание надо. И здесь то же самое. При отпускании и при удержании. Отпускаем эмулятор. Переходим обратно. Вот у нас все выключено. Давайте мы включим диммер. О, практически моментально, божечки. Потрясающе. Вот мы включаем группой. И вот мы управляем группой. Вот мы управляем диммером. Мы управляем вторым диммером. Включаем, выключаем. Включаем, выключаем. Выключаем. включаем здесь можно вот здесь тоже посмотреть как приходит обратная связь то есть и в студию и сюда уменьшаем прибавляем здесь у нас нет ограничений минимальное выключение но здесь и проще да мы с кнопки то можем нажать и регулировать выключаем уменьшаем добавляем ну вот соответственно в этом интерфейсе если вы используете не панельный проект если вы используете серверный проект вы можете уже всем этим управлять точно также с ай 3 pro вот коллеги наверное это все что я хотела вам показать спасибо большое что вы остались до самого конца